Рамадану, ядну, я са'адата ха-фи-ки, ядну лена л-кур'ану вал-иману. В данном аяте Всевышний Аллах указал на две категории, кто может не поститься. В хадисе, который передает Аиша, да будет доволен ею Аллах, сообщается, что к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришел человек, который часто путешествовал. И спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует о посте во время пути. Тогда посланник Аллаха сказал ему, если желаешь постись, если желаешь разговляйся. Это указывает на то, что путник сам выбирает, что для него легче. Если для него в пути будет затруднительно держать пост, то лучше всего ему не поститься. Но если же человек испытывает легкость пути и не чувствует затруднения по причине поста, то он имеет право поститься. Также Всевышний Аллах указал в данном аяте больных. Кто же подпадает под категорию больных? Любой больной, который нуждается в приеме лекарств, либо же физически слаб, он имеет право не поститься. Сюда относятся также беременные женщины. Если беременная женщина во время поста чувствует слабость и боится за свою жизнь, то в таком случае она имеет право не поститься. И ей следует только всего лишь восполнить пропущенные дни. Ну а если женщина боится за свой плод, что данная слабость навредит его здоровью, и это, например, подтвердили врачи, либо же советовали врачи, а не всего лишь догадки человека, то в этом случае она также имеет право воздержаться от поста, не поститься, но она должна восполнить пропущенные дни поста, и плюс к этому она должна накормить одного бедняка за пропущенный пост. Если человек болен, и его болезнь хроническая, то в этом случае с человека спадает полностью обязанность поститься. В таком случае он должен кормить бедняка за каждый день месяца Рамадан. Ну а если человек болен, и есть надежда на то, что он выздоровеет, то в этой ситуации он возмещает пост только тогда, когда он выздоровеет. Пусть Аллах Субханаху А.Семкин бережет вас всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok